Здравствуйте. Часто говорят о неизученности патогенеза COVID-19. На самом деле он существенно не отличается от патогенеза других респираторных вирусных инфекций. Все происходит однотипно. В инфицировании клетки мишени, благодаря конгруентности рецептора вируса и рецептора определенного типа клеток респираторного эпителия, внедрение в клетку, передача генетической информации, зараженная инфицированная клетка начинает воспроизводить новые вирусные частицы в большом количестве. Одновременно с вирусом контактируют тканевые макрофаги, которые на своей поверхности содержат рецепторы всех тканей организма человека, ну и соответственно есть рецепторы той или иной клетки мишени, той или иной вирусной респираторной инфекции. Тканевые макрофаги выполняют функцию антигенпрезентирующих клеток, отправляются в ближайшие лимфоузлы, и запускают механизм иммунного ответа на конкретный вирус. Репликация продолжается, инфицируются новые и новые клетки. За несколько дней, срок инкубационного периода, происходит формирование клона B-лимфоцитов, синтезирующих специфические иммуноглобулины к конкретному вирусу. Начало продукции иммуноглобулинов, связывание иммуноглобулинов, антител с антигеном вируса, запускает механизм воспаления. К комплексу антиген-антитела на поверхности инфицированной клетки устремляются эффекторные клетки иммунной системы, цель которых разрушить инфицированную вирусом клетку, прекратить образование новых вирусных частиц. В ходе воспаления вырабатывается воспаление само по себе. Биологически активные вещества, обеспечивающие повышение температуры тела, отек тканей, гиперемию, нарушение функции, другие признаки воспаления. Воспалительная реакция регулируется. Клетки воспаления интегрированы посредством передачи информации цитокинами, в первую очередь интерлейкинами. Любое воспаление сопровождается высвобождением цитокинов. Этими сигнальными, короткоживущими соединениями регулируется интенсивность воспаления, регулируется достижение эффекта воспаления. Необходимый эффект воспаления при вирусных инфекциях это разрушение всех клеток, генерирующих новые вирусные частицы, инактивация вируса. После достижения результата воспаления включаются следующие группы цитокинов, противовоспалительные, и на месте разрушенных клеток респираторного эпителия образуются новые, хорошо функционирующие клетки. Так вот, я повторюсь, что патогенез коронавирусной инфекции он однотипен с патогенезом других респираторных вирусных инфекций, но проблема в том, что клетки-мишени для COVID-19 это львеолоциты. Напомню, что очень так условно клетки-мишени для риновирусной инфекции это эпителий носовых ходов, и риновирусная инфекция обычно проявляется в виде ринита, аденовирусная инфекция слизистой глотки клиника фаренгита, парагрипп, слизистая гортания, синдром ларингита, грипп в виде трахеобронхита протекает, респираторно-сенситиальная инфекция у детей первого года жизни в виде бронхиолита. У взрослых респираторно-сенситиальная инфекция это обычный насморк. А коронавирусная инфекция это альвеолит. Альвеолит, инфекционный альвеолит, то, что мы называем пневмонией. Так вот, если для риновирусной, аденовирусной, респираторно-сенситиальной, гриппы, парагриппы, метапневмовирусов, боковирусов, сезонных коронавирусов, площадь повреждения ограничена небольшой площадью респираторного эпителия, который формирует так называемое мертвое пространство, death phase, дыхательных путей. То есть это проводящие, то есть это проводящие системы. Так вот, COVID-19, SARS-CoV-2, поражающие альвеолы, это огромная площадь. Сами по себе альвеолы часто изображают так, но здесь это воздушные пузырьки, опутанные сетью капилляров, но никакого пространства между, допустим, здесь бронхиола идущая, и на конце бронхиола, гроздья виноградная альвеол, никакого пространства между скоплениями альвеол нет. Все это плотно прилегающее, то есть легкие, масса воздушных пузырьков, миллионы альвеол, и их общая дыхательная площадь около 100 квадратных метров. Сопоставьте площадь слизистой носоглотки, глотки, гортани, трахеи, и 100 квадратных площадей альвеолярной поверхности. То есть коронавирусная инфекция опасна. Опасна тем, что, во-первых, поражение критичного отдела респираторной системы, там, где происходит диффузия газов, во-вторых, все это распространяться может на огромной поверхности. Подробнее я постараюсь графически представить патогенез. Для начала о нормальном, доброкачественном течении коронавирусной инфекции. Так, произошло заражение, вот, единичная альвеола, целярные ресничные эпители, проводящие дыхательных путей, и эпители самих альвеол. Два типа клеток. Альвеолоциты первого типа, газообмен выполняющие, альвеолоциты второго типа, они обычно более крупно изображаются. Поступление вируса, соотношение вируса с клетками, с альвеолоцитами, ну, наверное, примерно, как маковое зерно и баскетбольный мяч. Тут пропорции не соблюдаются. То есть, внедрение клетки рецепторно на поверхности связывается, внедряется в альвеолоцит второго типа, и альвеолоцит начинает образовывать новые вирусные частицы, которые выводятся на поверхность, отпочковываются и в большом количестве выделяются здесь. В альвеолах, кроме самих клеток альвеолоцитов, есть еще и легочной макрофаг. Легочные макрофаги. В каждой альвеоле находятся такие звездчатые клетки крови, клетки иммунной системы. На своей поверхности у них есть такие же рецепторы, как и на альвеолоците второго типа. Они контактируют с вирусом и передают информацию в лимфоузлы, запускают генерацию специфичных B-лимфоцитов, специфичных цитотоксичных T-лимфоцитов. На это требуется обычно несколько дней. В эти сроки одна, допустим, одна альвеола была черным сделаем вирусом, одна альвеола была инфицирована вирусом, но происходит заражение рядом находящихся альвеол. Конечно, при вдыхании аэрозоли, содержащей вирус, не одна альвеола инфицируется. Инфицируется обычно на периферии субклеврально находящиеся альвеолы. Инфицируется вирусом, вирус реплицируется, но сам по себе вирус повреждения ткани не вызывает, он не обладает цитопатическим эффектом, то есть легкий функционирует нормально. Это сроки инкубационного периода. Здесь на кривой такое схематичное развитие во времени коронавирусной инфекции день начала болезни нулевой, минус 7 дней это сроки инкубации в среднем, максимально до 14 дней, а так от 2 до 14 дней инкубации. Чем короче инкубация, тем быстрее включается иммунный ответ, чем длиннее инкубация, тем более замедлено включение иммунного ответа. Вернее, чем более замедлено включение иммунного ответа, тем более длинная инкубация. В сроке инкубации происходит увеличение вирусной нагрузки. Обычно изображают это в виде таких ромбов часто. Вирусы увеличивают, увеличиваются в количестве. Так, заштриховать можно. Большое количество вируса в организме, заболевания нет. К концу инкубационного периода созревшие В-лимфоциты начинают синтезировать антитела, специфичные к коронавирусу. Антитела начинают связывать образующийся вирус. Но тоже связавшийся вирус он не препятствует тому, что клетка продолжает синтезировать новые вирусные частицы. Антител недостаточно для того, чтобы была прекращена вирусная репликация. Необходимо вот эту клетку. Эти клетки, генерирующие альвеолоциты второго типа, генерирующие нововирусные частицы, их необходимо разрушить. И на цитокины, которые продуцируются и альвеолярными микрофагами, находящимися в левелах, на эти цитокины, интервейкины, реакция эффектурных клеток иммунной системы. Эффектурные клетки иммунной системы это цитотоксичные Т-лимфоциты, это моноциты, макрофаги периферической крови, макрофаги тканевые и нейтрофилы. они устремляются к месту образования комплексов антиген-антитела в клетке. Крови фагоцитирующие им надо подойти к этому альвеолоциту, его разрушить. Для того, чтобы подойти к альвеолоциту, они должны пройти через эндотелиальную выстилку капилляров, опутывающих альвеолоциты, должны пройти через интерстиции, подойти к альвеолоциту. И благодаря механизму деструктивным этих клеток они вырабатывают гидролитические ферменты гликозидазы, липазы, протеазы. Они вырабатывают и атомарный кислород, обладающий цитотоксичным действием. Они же вырабатывают так называемые ДНК-ловушки. Все это позволяет разрушить инфицированный альвеолоцит и прекратить репликацию вируса. В ходе этой реакции повышается температура тела, появляется отечность тканей, так запускается воспалительная реакция. Тут ромб не получается. Все, что есть для воспаления характерно. Высоколихорадка, мышечные боли, которые связаны с тем, что сама по себе высокая лихорадка это результат повышенной мышечной активности, генерация тепла, повышение показателей лабораторно характеризующих активность воспаления ЦРБ, ну и морфологически вот это воспаление сопровождающееся повышением проницаемости капиллярной, альвеолярной перегородки приводит к отеку, отеку интерстициального пространства. Отек интерстициального пространства он проявляется рентгенологически, вернее по данным КТ клиникой, вернее не клиникой, а картины матового стекла, матовое стекло это интерстициальный отек, интерстициальный отек легких, но результатом такого активного воспаления, то есть результате такого активного воспаления интенсивность вирусной репликации сводится на нет и обычно к седьмому восьмому дню вирусы уже размножающегося, реплицирующегося нет. воспаление максимальное обеспечило, в последующие несколько дней такое остаточное воспаление сохраняется для того, чтобы продукты распада были фагоцитированы, удалены, расчистилось место для образования новых альвеолоцитов второго типа воспаление угасает, отек интерстициальный уходит, матовое стекло исчезает, заболевание заканчивается выздоровлением. При таком течении болезни все, что требуется в лечении это применение антиперетиков, температура тела выше 38 градусов, сама по себе даже при небольшом объеме поражения легких может способствовать развитию гипоксимии. Можете поинтересоваться как выглядит кривая диссоциация насыщения кислорода в зависимости от насыщения гемоглобина кислорода в зависимости от парциального давления. Так вот, при повышении температуры тела требуется гораздо больше кислорода для того, чтобы гемоглобин транспортировал нормальное количество его в ткани. так, чтобы не запутать. Высокая лихорадка при небольшом поражении легких может спровоцировать гипоксимию, в первую очередь гипоксимию, которая скажется на сердце. Сердце, правый желудочек, знаете, поступление крови в легкие по легочной артерии, возвращение крови насыщенной кислородом в левое предсердие и транспорт из левого желудочка в системный кровоток, вернее, там, так вот, дуга орты, в системный кровоток. Так вот, высокая лихорадка, сопровождающаяся повышенной потребностью миокарда в кислороде, может привести к нарушению функции сердца, к декомпенсации сердечной недостаточности. Два варианта сердечной недостаточности с сниженной фракцией выброса, с сохраненной фракцией выброса, преимущественно у больных с коронавирусной инфекцией сердечная недостаточность сохраненной фракцией выброса, приводящая к повышению давления в системе легочной вены, то есть на оттоке из капилляров давление повышается, препятствует оттоку крови от капилляров, и результатом может быть усиление отека интерстиции, а в самом неблагополучном случае это может привести и к отеку альвеолярному, альвеолярный отек, и тогда на фоне матового стекла, во-первых, зона матового стекла увеличивается, на фоне матового стекла могут появиться зоны консолидации, характеризующие нарушение воздушности, характеризующие клинику альвеолярного отека. Так, температуру надо нормализовать, выше 38, лихорадкой быть не должна, и нормализовать температуру необходимо препаратами, которые не повлияют на функцию фагоцитов, то есть нужны функционирующие фагоциты, цитотоксические лимфоциты, нужны клетки, которые разрушат инфицированные альвеолярные эпители, поэтому для нормализации температуры тела наиболее оптимально применять антиперетики в виде парацетамола или ибупрофена. Другие анистероидные противовоспалительные препараты использовать нежелательно, во-первых, у них более выраженный противовоспалительный эффект, во-вторых, из этих препаратов, то есть большинство этих препаратов, нежелательно противовоспалительных, имеют нефротоксичность. При коронавирусной инфекции, вот тут патогенез не совсем понятен, но при коронавирусной инфекции допускается, что возможны повреждения вирусом эндотелия капилляров почек с развитием острого повреждения почек, то есть и сама коронавирусная инфекция предрасполагает к острому почечному повреждению еще дополнительно, если насть-диклофенак пациенту, имисулит-диклофенак этому пациенту назначат, то результат может быть нехороший. Итак, первое антиператики, второе, что может потребоваться. При прохождении через альвеолярно-капиллярную перегородку активированные фагоциты контактируют с клетками эндотелия капилляров и создаются предпосылки, нарушение функции эндотелия капилляров, так называемый эндотелит, создаются предпосылки для активации гемокоагуляции. Если пациент молодой и здоровый, то в принципе ничего не надо. Но если это возрастной пациент, который по своей слабости будет обездвижен, лежать в кровати, если это пациент, у которого есть другие предпосылки гиперкоагуляции, допустим, онкология, наличие в анамнезе тромбоза вен. Для этих больных, для госпитализированных, для обездвиженных больных потребуется профилактика тромбообразования. Тромбообразование, которое обычно бывает на выходе капилляров из альвеол, то есть венозной системе легких, венозной системе легких, там где оксигенированная кровь, насыщенная кислородом. Это тоже тромбирование, приводит к повышению гидростатического давления, тоже может спровоцировать отек интерстиции, переходящий в альвеолярный отек. Вот так, антикоагулянты. Итого, это доброкачественное течение болезни, заканчивающееся самостоятельным выздоровлением. Это более 80% пациентов, у которых протекает без каких-либо серьезных последствий для организма, это респираторная инфекция. Вариантом нормального течения коронавирусной инфекции может быть и очень тяжелое течение болезни. Это в случае массивного инфицирования, когда при заражении инфицируется большая поверхность респираторного, большая площадь легких. В сроке инфицирования произошло, в сроке инкубации вирус более 50% легких захватил. И задача иммунной системы, получается, инактивировать вирус на большой площади. То есть на большой площади происходит уточнение альвеолярной капиллярной перегородки и нарушение диффузии кислорода, углекислоты, нарушение газообмена. Клинически проявится тем, что в ранние сроки заболевания и признаки гипервоспаления высокая лихорадка, высокий ЦРБ и дыхательная недостаточность. Но в любом случае, при нормальной инактивации на всей этой поверхности вируса заболевание закончится благополучно. Нормальная реакция иммунной системы на большое антигенное раздражение, большая воспалительная реакция. То же самое и в этом случае терапия должна быть парацетамол или ибупрофен и решение вопроса об антикоагулянтах. Но здесь в этом случае положительное должно быть положительное решение об антикоагулянтах. Небольшая сложность возникает для таких пациентов, у которых дыхательная недостаточность на третий, пятый день болезни. Это молодые люди, чаще всего с хорошей реактивностью организма. Дыхательная недостаточность на третий, пятый день болезни. Даже при нормализации температуры тела низкая сатурация сохраняется и очень большое искушение начать иммуносупрессивную терапию. В принципе, формально, по протоколам мы имеем право начало иммуносупрессивной терапии для таких пациентов. Но если иммуносупрессия будет проведена до того, как вирус полностью будет инактивирован, такой подход к лечению приведет или иммуносупрессию, воспаление прекратилось. Воспаление прекратилось, а санация от вируса еще не произошла. И результатом будет рецидив активности вирусной инфекции, распространение вируса дальше по ткани легких не 50, а 75, 100% вовлечения в вирусную инфекцию. Полностью иммунный ответ воспалительный, конечно, подавлен не будет, он будет слабеньким, но он будет продолжаться. Потом действие иммуносупрессии закончится и он восстановится. Если использованы на этом уровне кортикостероиды, отмены кортикостероидов через несколько часов, через сутки иммунный ответ восстановится и с заболеванием организму удастся справиться. Если это были длительно действующие моноклональные антицитокиновые антитела, то как будет протекать дальше заболевание сказать очень сложно и часто неблагоприятные исходы. Вот если восстановилась иммунная система, да даже если она слабо действует, в этих зонах появляются матовые стекла. если иммунная система восстанавливается очень медленно, то и матовые стекла вроде медленно распространяются, но те участки лёвки, в которых уже произошло освобождение от вируса, уже произошла регенерация эпителия, вновь вовлекаются в патологический процесс, и заболевание приобретают такой затяжной характер, когда неделями, даже месяцами не удаётся восстановить нормальную функцию дыхания. если вернуться к тому обычному нормальному ответу. По личному опыту многие из нас убеждались в хорошей эффективности противовоспалительной терапии, иммуносупрессивной терапии, если это нормальный иммунный ответ, воспаление нормальное, вирусная репликация нормальная, хороший ответ на терапию, так называемую упреждающую антицитокиновую терапию, ответ хороший бывает только в том случае, если пациенту она проводится не обязательно седьмой день, это может быть и 12, и 14 день болезни, по-разному протекает заболевание у разных людей, плюс-минус 5 дней для каждого из этих штриха, так вот, если антицитокиновая терапия проведена или пульс-терапия кортикостероидами, проведена на высоте воспаления, когда уже прекратилась вирусная репликация, все вирусы инактивированные, отличный лечебный эффект, кажущийся врачу и пациенту, нормализовалась температура, улучшилось общее состояние, но это только для тех пациентов, которые сами бы без нашего вмешательства в течение ближайших двух-трех дней поправились и вышли бы благополучно из этого заболевания. Поскольку таких больных в принципе большинство, которые сами поправляются, поэтому и отчетливо складывается отчетливое впечатление о положительном эффекте иммуносупрессивной терапии. Но повторяюсь, если заболевание по каким-то причинам вирусная репликация затянулась чуть дальше и провели иммуносупрессию здесь при сохраняющихся альвеолоцитах, продуцирующих вирус, мы получим очень нехороший результат. по этой причине решение вопроса об иммуносупрессивной терапии только для тех ситуаций она оправдана, когда обширное воспаление провоцирует развитие гипоксимии, а гипоксимия сама по себе приводит к необратимым изменениям внутренних органов, в том числе в первую очередь к гипоксическому поражению аммиокарды с развитием дополнительных патогенетических механизмов, ухудшающих состояние легких, там где гидростатический отек легких, где альвеолы начинают заполняться водой, потому что сердце не в состоянии перекачивать кровь из легких. это были варианты самоизлечивающегося течения коронавирусной инфекции, когда иммунная система быстро включается, быстро обезвреживает, прекращает вирусную репликацию, активное воспаление сменяется репарацией, неблагополучные варианты, неблагополучное течение коронавирусной инфекции свойственны пациентам, находящимся в иммунодефицитном состоянии. Это либо престарелые пациенты с возрастным иммунодефицитом, либо люди с лекарственно индуцированными состояниями, иммунодефицитными, получающие хроническую кортикостероидную терапию, терапию другими иммуносупрессивными препаратами, допустим, метатрексат, циклофосфан, пациенты, получавшие химиотерапию, особенно ретоксимабом, который выключает функцию Б-клеток и антитела вообще не образуются, женщины в сроке беременности, пациенты с сахарным диабетом, для этих больных что получается? В сроке инкубации рост вирусной нагрузки иммунитет включается, но воспалительный ответ так, красный, воспалительный ответ, он слабенький, он и температуры в первые дни незаметны, он слабый, слабый, где-то на 8-10 день собравшись с последними силами, иммунитет наконец реагирует, реагирует, но за эти дни, за эти дни вирусная нагрузка продолжает увеличиваться, и площадь поражения легких достаточно большая вирус распространяется по всем легким, но это не значит, что матовое стекло будет распространенным, пока иммунитет включается, первые недели допустим, хватило только на то, чтобы часть по периферии, затем с каждым днем все больше и больше, и развившаяся гипоксия, она может дополнительно в любое время вызвать пациенты часто с кардиоваскулярной патологией, в любое время может вызвать дополнительную гидростатическую нагрузку на легкие, кроме того, для этих пациентов большая предрасположенность к тромбообразованию, еще и тромбы формируются, и что может быть в таком случае предпринятым, как поступить терапевтически возможно, лучшими результатами добились применяя моноклональные антитела против вируса, то есть это не моноклональные антицитокиновые антитела, а моноклональные противовирусные антитела, дорогостоящие препараты, назначение которых в первые 3-4 дня болезни на этом уровне, позволяет связать большую часть вируса и обеспечить падение вирусной нагрузки, и и вот здесь даже слабенький иммунитет справляется с обезвреживанием вируса. В прошлом году и в наших рекомендациях 12 версии остается и сейчас предложение использования не моноклональных антител, а иммуноглобулины человека против коронавируса. Я пока этого препарата не видел, но более активно в прошлом году рекомендовали применение плазмы, антиковидной плазмы, то есть применение антиковидной плазмы в эти ранние сроки болезни оно потенциально может дать тот же эффект, что и моноклональные противовирусные антитела, но плазмы небезопасны. Назначение плазмы если у пациента уже есть пневмония, уже есть какие-то воспалительные нарушения в микроциркуляции легких в капиллярах обволакивающих окутывающих альвеолы назначение плазмы это большое количество факторов свертывания крови если эндотели поврежден то плазма у больных с пневмонией будет провоцировать дополнительное тромбообразование в системе легочной микроциркуляции и обычная трансфузия свежезамороженной антиковидной плазмы для больных находящихся в активной стадии заболевания сопровождаются резким ухудшением состояния пациентов моноклональных кетел нет так плазма небезопасна что может быть использовано для таких пациентов сейчас доступность препарат ремдосевир единственный из противовирусных препаратов который действительно показал хоть какую-то активность против ковид-19 и назначение ремдосевира если в ранние сроки болезни до 7-8 дня применяется то безусловно положительный эффект но даже в поздние сроки болезни если вот здесь не применяли и вирусная нагрузка продолжает увеличиваться и после 7-го дня заболевания остается высокой воспаление не в состоянии нейтрализовать вирус и кроме того само по себе воспаление оно является причиной нарушенной функции легких в этой ситуации ремдосевир может быть использован в любые сроки от начала заболевания в надежде на то что вирусная нагрузка будет падать и иммунной системе в конце концов удастся остановить вирусную инфекцию для пациентов пожилого возраста для иммунной скомпрометированных больных иммуно скомпрометированных в том числе и терапии которые проводятся по поводу коронавирусной инфекции антицитокиновые это больные для которых кроме самой вирусной пневмонии опасно присоединение бактериально-грибковых осложнений вот если рассматривать так сейчас информация получается избыточна и не хотелось бы чтобы вы дезориентировались в ней если рассматривать обычные течения молодые пациенты я имею ввиду до 65 лет высокая активность воспалительная там где высокая активность воспалительная где высоко лихорадящий больной с высоким ЦРБ по поводу самой коронавирусной инфекции думать о присоединении бактериальных инфекций не надо то есть по крайней мере первые 7-10 дней от начала COVID-19 если он протекает с высокой лихорадкой с уровнем ЦРБ выше 150-200 даже выше 50 настолько интенсивное противовирусное воспаление в легких что даже при нарушенном мукоцеллярном транспорте вдыхаемые бактерии они разрушаются активированными фагоцитами в легких разрушаются гидролитическими ферментами продуцируемыми этими клетками то есть бактериальной инфекции нет а там где воспаление слабое для пациентов пожилого возраста либо после проведения антицитокиновой упреждающей терапии больные становятся предрасположены к вторичным бактериальным инфекциям и наряду с массивным распространением вирусной инфекции появляться могут очаги бактериальной либо грибковой пневмонии которые часто приводят к деструктивным изменениям легких вот то что я попытался изложить вообще необходимость в этой лекции возникла в связи с изданием 12-й версии методических рекомендаций лекции подготовлены для цикла врачей проходящих повышение квалификации для того чтобы более детально можно было говорить о ошибках допущенных в методических рекомендациях Минздравой России для того чтобы разговор был предметным в последующих сообщениях о лечении больных коронавирусной инфекцией в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России спасибо за внимание наверняка без злашения этого материала что-то показалось вам сомнительным пишите в комментариях я постараюсь если получится ответить спасибо за внимание всего вам хорошего